Знаете, то чувство, когда всё идёт по плану и ролик записывается прямо с первого дубля? У меня его нет. Всем привет всех с наступившими и прошедшими праздниками. Я тут понял, что пора возвращаться потихоньку в рабочий режим. И хотел начать год с чего-то лайтового, потому что да, сейчас и СИЭС в процессе идёт, и ещё будут тесты каких-то железок обязательно, что-нибудь новое выйдет. Это всё будет. Но есть одна тема, на которую я очень давно хотел обратить внимание, но всё, руки не доходили. А тут вроде как можно расслабиться и быстренько всё это взять и снять. Подумал я. Но нет, это уже третий или четвёртый дубль, который я делаю. Причём не вот вступление, которое я говорю в камере, а уже был записан выпуск почти целиком. И я его переделаю несколько раз подряд. Это очень весело. Нет. Но всё для вас. Вообще всё это получилось из-за моего личного любопытства. Надеюсь, что будет всё-таки этот ролик кому-то полезен. Ролик, как вы уже, наверное, догадались, про микрофоны. Чего, зачем и почему. Ну, всё больше людей хотят заняться подкастами, стримами. И я делал выпуски про микрофоны. Например, вот даже на полке стоит Asus Magnus. Прикольная универсальная штука, которая подключается по USB, но стоит дороговато. Также я делал про микрофоны с Алиэкспресса. Они стоят дёшево, наоборот. И свою функцию, в принципе, за свою цену выполняют. Но у них есть другая проблема. Их нужно ждать долго. Это от двух недель до двух месяцев, например. А что делать, если стремить или подкастить хочется вот прямо сейчас? Ну вот, собственно, есть такие красавцы, которые продаются почти в любом городе. Ну или, в крайнем случае, в ближайшем крупном городе. Потому что всё это можно купить в таких магазинах, как DNS, Amvideo, Eldorado. В общем, в обычных магазинах бытовой электроники. И всё это добро, которое сегодня должно быть протестировано, стоит от 250 до 1500 рублей. Так что модели доступны, ну, я надеюсь, что большинству из вас всё-таки. В чём проблема? Да, по сути, наверное, в том, что они дешёвые. И они очень по-разному себя проявили со встроенной звуковухой, с внешней звуковухой. Вот с этим вот пультом Behringer Xenix 302 USB. Я тоже про него как-то выпуск делал. И плюс ещё я потом зачем-то попытался их подключить напрямую к камере. И они показали третьи результаты. То есть где-то шумов больше, где-то меньше. А с каким-то из этих девайсов они вообще отказались работать. Вот. Поэтому сейчас я все эти накопленные знания, наверное, постараюсь объединить в один выпуск. И сделать это максимально сжато и полезно. Думаю, получится. Поехали. Первый микрофон, о котором мы сегодня поговорим, это петличка от AceLine. Она стоит 250 рублей. Сейчас я подцеплю, наверное, вместо своей основной петлички в камеру. Ну и потом расскажу, что в комплекте и что я о ней думаю. Я её сейчас просто прицепил на стойку, чтобы не держать в руках. Это выглядит немного странно. Но главное, что работает. Итак, петличка за 250 рублей. В целом, не такой уж и абсурдный вариант, как кажется на первый взгляд. Потому что, когда я писал самые первые выпуски на канале, они тоже были записаны на петличку из DNS. Правда, это был Genius. И стоил он тоже там 150, по-моему, рублей на тот момент. Или около того. В плане комплектации тут всё просто. В коробке сама петличка с полутораметровым кабелем. Паралоновая ветрозащита. Ну и прищепка, чтобы микрофон можно было зафиксировать на одежде. Или вот таким вот смешным образом на стойке. По звуку, точнее по частотам, тут в принципе всё неплохо. С этим можно было бы даже что-то сделать. То есть записать какой-нибудь выпуск или тот же подкаст. Если бы не постоянный фоновый шум. Я думаю, что вы его сейчас слышите. И ещё я ловил очень серьёзные помехи, если у меня провод был смотан хотя бы частично. Или вот как-то вот так он, если бы собирался. Сейчас у меня петличка подключена к камере через беспроводной передатчик. И звук несколько лучше, чем если мы воткнём этот же микрофон напрямую в компьютер, например. Да, кстати, интересный момент. Вот этот пульт вообще отказался с этой петличкой работать. То есть я его втыкаю в ход для микрофона. Можно выкрутить усиление на полную, громкость на полную. Всё на полную. Звука никакого. В камере, как слышите, он есть. И также звук будет, если воткнуть его в материнскую плату. Давайте послушаем, какого качества. Ну а вот так звучит петличка от AceLine, вставленная в материнскую плату на X470 чипсете. Это самый свежий AMD-шный чипсет на сегодня. Ну и, как слышите, шумов стало больше. В настройках Windows усиление стоит на отметке в 0 дБ, а громкость на уровне 100%. На этом, думаю, можно уже переходить к следующему микрофону. Второй микрофон это Sven MK490. И прямо сейчас я в него и говорю. Но я думаю, если вы слышите его основную проблему, это тоже фоновый шум. И частоты здесь ещё хуже, чем даже у AceLine-овской петлички. Но зато здесь гибкая шея и есть кнопка включения-выключения. Сейчас вы слышите этот микрофон через камеру, через пульт ситуация гораздо хуже. Что из себя представляет? Почти полностью пластиковая конструкция, утяжелённое основание и есть гибкая шея. Ну и при подключении через материнскую плату Sven лучше не становится. Уровень шума всё равно запредельный. Третий микрофон, на который посмотрим, это Rhythmix RDM-155. Его можно найти в M-Video или в Eldorado в отделе караоке домашних кинотеатров или где-то возле телевизоров. Сейчас он подключен также в камеру через беспроводной передатчик. И вот эта вот поролоновая губка на нём, которая сейчас надета, она в комплекте не идёт. Я её купил отдельно за 80, по-моему, рублей. Ну и крайне рекомендую. Опять же, она выполняет функции поп-фильтра. То есть глушит всякие взрывные звуки, шипящие, согласные, там B, P, C, G, 6, E, вот это вот всё, чтобы пощадить уши ваших слушателей, в целом, чтобы звук на стриме или в подкасте был лучше и профессиональнее. Конечно, если позволяет бюджет, лучше взять нормальный полноценный поп-фильтр, но для начала такая штука сгодится. Думаю, насчёт звука через беспроводной передатчик всё понятно. Сейчас я его подключу в USB-пульт и через него уже расскажу про комплектацию. Стоит он 1100 рублей, в коробке также идёт 5-метровый кабель, с одной стороны XLR, с другой 6,3-миллиметровый штекер, плюс переходник с 6,3 на 3,5 миллиметра. Rhythmix тоже полностью металлический, тоже имеет кнопку включения-выключения, ну и звучит он, вы слышите как. Он басит, звук такой прям, можно сказать, как с радио, но не совсем. То есть это, по сути, это не эффект от компрессии или от того, что я близко говорю, а просто у микрофона не очень хорошее воспроизведение высоких частот. Сейчас Rhythmix RD-M55 воткнут в материнскую плату. Гробкость микрофона стоит на отметке 100%, усиление плюс 20 дБ. Уровень громкости нормальной частоты, скажем так, приемлемые, можно с этим что-то сделать, но вот уровень фонового шума не радует. Следующий микрофон это DexPU310, он стоит 699 рублей. Сейчас он подключен в камеру также через беспроводной передатчик. Для первичной оценки звука, наверное, это достаточно. Сейчас воткну во внешнюю USB-карту, ну, USB-пульт в данном случае. Расскажу про комплектацию и потом посмотрим, что будет на встроенной звуковой. Он стоит 699 рублей и у него самая пафосная упаковка из всех сегодняшних микрофонов. Помимо того, что кричащий цвет, даже какие-то продуманные надписи в продуманных местах, чтобы ваше внимание зацепить. У него еще и под основной крышкой есть такая, типа, гарантийная печать, как бы защита от поделок и от повторного заклеивания. Ну, в общем, все как у дорогих моделей. Как будто бы, знаете, нолик забыли на оценнике дорисовать. В комплекте помимо микрофона лежит еще и 5-метровый кабель. У него с одной стороны XLR-разъем, это стандартный разъем для микрофонов такого типа. С другой стороны у него 6,3-миллиметровый штекер. Сам по себе микрофон тяжелый, он полностью металлический. И у него есть кнопка или переключатель включения и выключения. Ну, что касается звука, то звучит он примерно следующим образом. Что касается изоляции от внешних шумов, вот я параллельно печатаю по клавиатуре с красными механическими свечами. Теперь DexPU310 подключен к материнской плате. Все так же стоит усиление в 20 дБ и 100% громкость микрофона. И этого недостаточно. Если выкрутить предусиление на плюс 30 дБ, может получиться уже перегруз. Ну и, собственно, промежуточного значения Windows не дает. Если текущий сигнал усилить просто на монтаже, то мы получим большее количество шумов, естественно. Количество бардака на столе потихоньку увеличивается. Это значит, что мы уже неумолимо подбираемся к завершению тестов. И в данном случае действительно стоит последний микрофон из списка. Он же самый дорогой. Его можно купить от 1200 до 1500 рублей. Но, правда, уже не в обычных электронных магазинах, а в музыкальных. Тем не менее, они есть почти в каждом крупном городе. Называется эта модель Behringer 1800S. Комплектация у него, нужно сказать, самая скромная из всех. Мне вот просто его в руки отдали и все. У него единственное, что пластиковая вот эта вот защелка клипса крепления на стойку была и все. То есть не провода, ничего. Просто микрофон и крепление на стойку. Все. При этом по звуку, на мой взгляд, он проявляет себя неплохо. То есть тут и высокие частоты на месте, и какие-никакие басы есть. И в целом голос звучит нормально и в какой-то мере даже приятно. Ну а теперь вы слышите 1800 Behringer, подключенным напрямую в материнскую плату. И я сейчас сделаю небольшую паузу, чтобы вы могли послушать уровень шумов. Они, конечно, есть, но их уровень ниже, чем у предыдущих протестированных моделей. Предусиление также стоит в плюс 20 дБ, громкости микрофона 100%, и, как по мне, этого немного недостаточно. Но Windows по-прежнему не дает выставить 25, например, а 30 это уже слишком много. Ну что, какие можно сделать выводы из всего этого безобразия? Во-первых, то, что встроенные звуковые карты даже в современных материнских платах не подходят для ведения стримов и подкастов. Лучше обзавестись чем-то внешним. Конкретно по микрофонам давайте пробежимся в том же порядке. Петличка от Aceline за 250 рублей неплохая по громкости и даже по частотам, но, к сожалению, фонит. Sven MK490 капец как фонит, и за 600 рублей покупать его смысла нет. Да даже за 100 рублей, с ним непонятно что делать, ни в скайпе нормально не поговорить, ни подкаст записать. Неожиданно порадовал Dexp U310. Неплохо по частотам, но уровень сигнала нужно чем-то усиливать. Даже моего внешнего вот этого пульта не хватает, нужно что-то более серьезное. Соответственно, покупать звуковую карту, скажем, за 4-5 тысяч и к ней микрофон за 700 рублей, это как-то странно. Так, Rhythmix. Rhythmix RDM-155. Бубнит и немного фонит. Ну, то есть нет практически высоких частот, зато есть низы. В принципе, это дает какой-то такой характер звуку, как будто бы он прям с радио. Но на самом деле это недостаток лучше, когда микрофон дает вам весь спектр, и вы его по необходимости уже подстраиваете под себя. Плюс, как я уже сказал, легкий фоновый шум. Ну и цена в 1100 рублей не сильно радует. Ну и формально по частотам, по уровню шума, по громкости лучше всех из сегодняшних микрофонов проявил себя Behringer 1800. Но я его тоже бы не рекомендовал к покупке, все по той же причине. 1200-1500 рублей за микрофон, плюс 5-6 тысяч рублей за нормальную звуковую карту внешнюю. И общий ценник получается в районе там 7 или 8 тысяч рублей, и за эти деньги уже проще взять просто готовый USB-шный микрофон, и им пользоваться. Меньше проводов, меньше настроек, воткнулся вперед. Из сегодняшних подопытных, к сожалению, никого не могу порекомендовать к покупке, и в бюджетном сегменте, наверное, все еще лучшим вариантом остается BM800 с Алиэкспресса. Да, его нужно подождать, но зато он стоит от 800 до 1000 рублей, и тоже можно его просто воткнуть и сразу пользоваться, и параллельно копить на что-то более серьезное. Про BM800 и его сравнение с другими китайскими микрофонами у меня есть аж отдельный выпуск, вот здесь сейчас рекомендация должна на экране появиться. Оставлю, пожалуй, ссылку в описании, ну и там же будут ссылки на все сегодняшние микрофоны. Ну и, пожалуй, на этом буду заканчивать. Спасибо за внимание, надеюсь, кому-то было интересно, это и полезно. Жаль, что среди этих вариантов не нашлось ни одного, который я мог бы спокойно посоветовать, но, с другой стороны, я могу что-то упускать. Если вы знаете дешевый микрофон, который можно найти вот в обычном магазине без доставки из-за рубежа, там с eBay, с Amazon и прочих таких экзотических мест, пишите, тоже его протестируем, и у этого выпуска тогда появится продолжение. Ну а пока на этом все. Подписывайтесь, рассказывайте друзьям, и скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok